наступил март и люди стали раздражительнее ярче реагировать на события а потом резко уходить состояние апатии и безразличия организм словно чувствует смену года с первых же дней некоторые связывают это с весенним обострением но что это вообще такое весеннее обострение это такой собирательный термин и включает в себя не только весеннее обострение но и осеннее обострение и вообще обострение этот термин используется психологами когда речь идет о сменах времен года обычно к признакам сезонных расстройств относят не только резкие перепады настроения но и апатию потерю аппетита ухудшение самочувствия и общее недомогание острее всего на смену сезонов реагируют пожилые люди подростки и те кто обладают неустойчивой психикой например если сегодня у нас солнечный день и мы все радуемся до большинство из нас а вот будет какая-то унылая тоскливая погода то многие начнут испытывать грусть как писал пушкин унылая пора про осень то есть вот эти дождливые дни серые будни то есть это все влияет как никак на наше психоэмоциональное состояние по словам эксперта официально в медицине не существует понятия весеннее обострение а обострение чувств непосредственно связано с изменением гормонального фона дело в том что зимой человеческий организм замедляет обмен веществ накапливает энергию весной же все внутренние процессы ускоряются и в итоге высвобождается большое количество энергии именно поэтому начинают происходить резкие эмоциональные скачки которые многие списывают на весеннее обострение эмоциональные скачки которые выясняют 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 выясняют